Если ты устал от доты или, например, от Лиги Легенд, ты хочешь увидеть нечто новое, тогда предлагаю тебе игру Prime World. Теперь ты можешь построить свой собственный замок и создать абсолютно уникального героя, которым ты будешь унижать врагов. В игре можно найти множество игровых режимов. Да, ты не заскучаешь, битвы происходят на разных картах. Игра очень необычная и выделяется на фоне других мобо-игр. Просто попробуй, и тебя уже не остановить. Ссылка в описании. Доброго времени суток, уважаемые друзья. Меня зовут Перпетум или же Александр. И сейчас мы с вами поиграем в игру под названием Dungeon Warfare. А прислал мне её Иларион. И здесь, собственно, в моём распоряжении будут небольшие подземелья. И эти самые подземелья нужно защищать от врагов. От героев, которые пытаются в него пройти и, вероятно, найти какое-нибудь сокровище. Идти они будут отсюда и вот в это место, вот в этот портал, который, видимо, отправит их в какое-нибудь другое место. И, в общем-то, с помощью разных ловушек нужно будет защищаться. Например, можно поставить вот такую ловушку. Можно поставить вот такую ловушку. Можно поставить ещё и шипы, которые также будут наносить урон. В общем-то, 550 у меня ещё монет осталось. Но давайте ещё сделаем вот так. И тогда наверняка никто не сможет пройти. Все будут погибать. Они думают, что они смогут отыскать сокровища. Они думают, что обычные фермеры с вилами смогут найти кучу золота и разбогатеть. Но они сильно ошибаются. Хотя нет, посмотрите, кроме фермеров идут ещё какие-то обычные чуваки. Но они тоже не смогут, конечно же, пройти. Они все будут погибать. Улучшить пока, к сожалению, я не могу свои ловушки. Работают они только так. Что ж, для полной уверенности поставлю ещё одну. И остаётся только ждать. Ждать, пока все они погибнут. Наверное, потом в последующих уровнях будет несколько разветвлений, несколько дорог. И тогда уже будет сложнее защищаться. Но пока всё достаточно просто. Они идут, шипы их атакуют, стрелы стреляют. И, в общем-то, они все погибают. Это нормально. Когда герой идёт в подземелье на поиски денег, постоянно его встречают какие-нибудь монстры или какие-нибудь ловушки. Ну, в данном случае монстров у меня нет, только ловушки. Причём довольно простые. Видимо, с какими-то стрелами и с шипами. Ну, в каждой игре, где есть подземелье, есть такие ловушки. Ну, и во многих фильмах приключенческих есть ловушки. Например, в каком-нибудь Индиана Джонс. Тоже там было много ловушек. Всяких разных. Там ещё балуны катались за персонажами и так далее. В общем, надеюсь, будет у меня больше вариантов. Пока вариантов немного. Но это первый уровень. В принципе, понять можно, что здесь чего-то такого сверхъестественного ожидать не стоит. Такие простейшие ловушечки, простейшие враги. Ну, они не слишком-то и хитроумные. Они никак не пытаются от ловушек увернуться. Они просто как скот идут на убой. Они идут и погибают, идут и погибают. Мне даже их жалко. Вот серьёзно. Мне просто их напросто жалко. Да, денег 1700. Я не хочу тратить. Возможно, если я эти деньги сэкономлю, как-то я смогу переобразовать их в очки и прокачать какие-нибудь новые ловушки. Кстати, можно ускорить время, что я сейчас, собственно, и сделал. Воу-воу, врагов становится больше, и, возможно, мои ловушки уже и не справятся. Хотя нет, кого я обманываю. Справятся или нет? Это какая-то жесть. Ну, давай, давай. Ну, почему ты не попадаешь? Оба-на, ещё оттуда какой-то чувак вылез. Что это за странное место? Почему чуваки откуда-то вылазят? Но он пытается выйти, как бы... Поэтому, в любом случае, ловушки его примут здесь в ворота. Сломать они не могут. Поэтому... Ну, ёлки-палки. Ну, давайте сделаем вот так. Так... Пришлось потратить денюжки, конечно же. Жаль, но... Такова жизнь. Но, в любом случае, уровень пройден. Пройден, пройден, пройден. И... Три алмаза я заработал. Я, правда, не знаю, на что это повлияет, но три алмаза у меня есть. Оба-на! Я получаю алмазы, я получаю бонусные деньги. Неплохо. Неплохо могу ли я изучить какие-нибудь новые? Я понял, я понял. Новые ловушки. Эм... Понятно. Можно прокачивать с помощью денег вот эти. Ну, окей, давайте прокачаем шипы. Мне шипы нравятся. Такси. Теперь... Что я говорю? Теперь разветвление. Я не знаю, куда идти, но давайте пойдем вот сюда. Почему бы и нет? Выберем какой-нибудь бонус. Ну, пускай это будет... Эм... Вот этот бонус. Нормально. А, даже все можно выбрать. Ну, давайте сделаем вот так, чтобы было побольше денег. Побольше опыта. Такс, окей, есть баррикада теперь. Тоже, на самом деле, неплохо. С помощью баррикад можно будет придумывать что-то интересное. Да. Окей. Такс, как будут идти враги? Я пока не совсем понимаю. Ага. Я понял. Они идут прямо вот отсюда. Ну, мы это сейчас дело исправим. Мы поставим здесь баррикаду, и тогда их путь меняется, собственно. Хотя можно заблокировать еще где-нибудь и вот здесь. Вот так. И тогда им придется идти по кругу. Так ведь, да? Да. В общем-то, путь теперь у них нелегкий. И это хорошо. Это хорошо. Это хорошо. Думаю, в принципе, пока этого достаточно. Больше и не надо на самом-то деле. Поставим здесь несколько ловушек. Вот здесь поставим ловушку. Наверное, здесь вообще стоит убрать ее. Она будет только мешать. Вот так ловушку. И, конечно же, одну стреляющую пушку. Ну, этого, думаю, достаточно. Сейчас враги точно ничего не смогут мне сделать. Ускоряем. И опять обычные чуваки с вилами. Надеюсь, они не додумаются ломать баррикады. Потому что я не хочу, чтобы они ломали баррикады. Это было бы не очень-то и круто. Ну, шипы работают как положено. Шипы делают свое дело. Осталось поставить побольше пушек, которые стреляют копьями. И тогда все будет очень-очень хорошо. Но сейчас у меня деньги, в принципе, появятся. Как бы и все будет нормально. Жаль, что пока они бегут небольшой толпой. И поэтому нету бонуса от большого количества ребят. Когда умирает сразу много вражеских чуваков, тогда я получаю бонус денежный. Это хорошо. Ой, а получается, какие-то неприятности происходят. Какие-то неприятности. Мне это не нравится. Но все равно они пройти не смогут. Окей, и появились денежки. Я могу сделать благодаря этим денежкам вот так. Да. Потом еще вот здесь вот пушки поставлю. Но это когда появятся деньги. Здесь будут стоять обычные дротиковые ловушки. Поэтому все будет хорошо. Жаль, что вот эта пушка не может стрелять вот сюда. Было бы круто. Так, ну где еще 500 монет? 500. Давай, 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 давай. Буквально пару копеечек еще. Отлично. Вот так. Чтобы они все погибали в одном месте. Ничего себе, сколько у меня денег-то. Ничего себе, сколько денег. Я думаю, что больше и не потребуется ставить ловушек. Посмотрите, сколько врагов. Конечно же, они плюсуются. Конечно же, они стакаются. Получаются комбо. Я зарабатываю невероятные какие-то суммы. Теперь 600 стоит. Но 600 это дороговато. Конечно, дороговато. Но все равно пройти они дальше этого места не могут. И даже вот эти рыцари, вероятнее всего, не смогут пройти. За каждого рыцаря получаю 100 монет. Но это безумные деньги. Так побежали какие-то чуваки шустрые. И смотрите, смотрите, смотрите. Какие мы, какие мы, какие мы шустрые-то однако. Я проиграл. Офигеть. Блин, а так все хорошо начиналось. Видимо, я недооценил немного ребят шустрых. Ладно, сейчас мы это дело исправим. Поставим снова, собственно, в тех же местах эти штуки. И сделаем все покруче. Я опять не хотел тратить деньги. Но деньги тратить нужно, чтобы все было как положено. Да, можно начинать. Эх, да, да, да. Нужно было замедлить время, да, поставить пушки. Бодро, бодро, резво он убежал. Не успел я среагировать. Не успел. Нужно здесь гигантскую линию обороны выставить, чтобы здесь было очень много шипов. Кстати, наверное, не очень правильное решение было поставить вот здесь стреляющую штуку. Она тогда стреляет не по всем. И сейчас они пройдут. Нужно переиграть. Да, да, да. Нужно было ставить так, как в первый раз я ставил. Ну, конечно же, все по классической схеме. Так. Поставлю я здесь одну штуковину. Ну и поставлю две ловушки. Так. И... Хотя, знаете, нет. Я сначала лучше сделаю вот так. Чтобы наверняка... Чтобы они погибали все-таки желательно в одном месте. Блин, классная, классная Tower Defense игра. Интересная. Приходится задумки какие-то приготовить. В общем, интересно, интересно. Нравится мне, нравится. Получаю удовольствие. Tower Defense вообще я люблю, вы знаете. Но... Действительно, годные Tower Defense выходят не часто. Если вам нравятся Tower Defense игры и вы хотите больше их видеть, ну, тогда ставьте лайк, пожалуйста, что ли, чтобы я знал об этом. И, в общем-то, тогда я буду снимать их побольше. Ну... Это реально интересная игра. Это жемчужина. Не знаю, но она цепляет. Вот такое бывает, что игра цепляет. Подозрительно часто со мной подобные вещи происходят. Подозрительно часто меня игры цепляют. А можно еще вот тут вот одно поставить, которое тоже будет стрелять сразу по нескольким ребятам. Поэтому смысл есть в установке именно вот этой вот пушки. Пускай стоит. Она, в принципе-то, никому не мешает. И можно еще одну вот так поставить. Теперь, по большому счету, линия обороны довольно приятная, довольно хорошая. Никто не сможет пробраться, никто не сможет ничего сделать. Я надеюсь. Ну, в прошлый раз я так же думал. В итоге что получилось? В итоге просто пришли и наказали меня. Действительно, просто наказали. За мою дерзость. Это было неприятно. Должен признать, неприятно это было. Так, ну и теперь ловушек, наверное, нужно побольше поставить. Денег у меня, в принципе, хватает. Можно ловушек поставить побольше. Пам-пам-пам, пам-пам-пам. Все они бегут. Но у меня тройная линия обороны, поэтому вряд ли кто-то пройдет. Вряд ли. Ну, денег, денег бы побольше, конечно. Денег бы побольше. Было бы все намного лучше. Блин, пушки дороже становятся со временем. Можно еще одну вот так поставить. Потому что побежали уже, побежали. Посмотрите на них, как мы бежаем, какие мы быстрые. Ой, ну они вообще пройти не могут. Ну и не пройдут, конечно же. Фух, это меня не может не радовать. Потому что неприятные чуваки, конечно же, неприятные. Можно еще вот так сделать. Точно. Тоже довольно прикольно получается. И вот так. Если человек попадает сюда, то его просто расстреливают со всех сторон. Это очень круто. Еще поставлю ловушку. Трачу все деньги, но... Зато враги не проходят. Это меня радует. Опять быстро бегающие пошли. Но за них как-то мало денег дали в этот раз. Не очень-то и много. Надеюсь, снова за этих будут давать. Хорошо. Да-да-да, хорошо даю денег. Хорошо, мне очень нравится. Вот здесь еще можно поставить тоже хорошее место. И вот здесь нужно будет еще одну стреляющую поставить. Ух, рыцари пошли. Ну, за рыцарей дают всего лишь по 5 монет. Это очень маленькие деньги. Это очень мало. Недостаточно. Хочется больше. Ну, в принципе, за крестьян дают по 5 монет. Но их много. Плюс в том, что их очень много. Действительно, меня это радует. Что их много. Они бегут, они погибают. Они как скот бегут, бегут, бегут и умирают. Такс. И еще одну вот так. Пам-бам-бам. Побежали. Какие мы быстрые. Бежим, 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 бежим. Но вот здесь, конечно, адское место. Это безо всяких сомнений. Как врагу здесь пройти, мне непонятно. Это просто бесконечные выстрелы. Это бесконечный ад. А вот рыцари опять. Опять. Смотрите-ка. Смотрите-ка, что пытаются сделать рыцари. И сколько их? Их просто миллионы. Офигеть. И возможно, они даже попытаются пройти. Хотя я в это не верю. Я надеюсь, что они не пройдут. Они толстые, они твердые. Но они не пройдут. Нет. Слишком большая у меня уже оборона. Слишком мощная. Нет. Пройти здесь как бы... Ну, нельзя. Нет шансов на прохождение. В принципе, в случае чего, если бы уровень был еще больше, можно было бы еще путь увеличить. Наставить еще баррикад. И тогда вообще шансов бы не было у врага. Такс. Ну, давайте поставим еще одну стреляющую. Она стоит максимум 750. Поэтому я немного теряю. Ну, и последняя волна идет уже. Последняя волна. Конечно же, эта последняя волна тоже будет повержена. Тоже будет уничтожена. Если бы шипы хотя бы замедляли, тогда был бы смысл ставить много шипов. Но они не замедляют. И, блин, побежали еще быстрые. Вот это неприятно. Хотя первую линию обороны они проходят. Вторую не могут пройти. Ой, до третьей добежал. Я только хотел сказать, что даже до третьей никто не доходит. А он так смело добежал до третьей. Ну, вот оно оказывается. А, это не последняя волна была. Сейчас будет последняя волна. Ну, окей. Здесь-то точно уже пройти никто не сможет. Ёлки-палки. Сколько же рыцарей. Еще какие-то зеленые гоблины побежали. А если поставить ящик здесь? Нельзя, к сожалению. А было бы круто. Тогда бы точно никто не прошел. Ну, ёлки-палки. Ребята, потише, 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 потише. Вот эти орки, ну... И последняя рыцарь. Они тоже очень твердые, но я надеюсь, они не пройдут. Опять же, хорошая оборона у меня. Не, не пройдут. Все. Это пройденный уровень. Ух, хорошо. Но этот уровень был сложнее. Блин, игра реально крутая. Три алмазика получил. И новая ловушка разблокирована. Собственно, баррикада. Неплохо. И, в принципе, на этом, я думаю, можно остановиться. Вот такая вот, чуваки, игра. Реально классная. Реально интересная. Офигеть, сколько я очков заработал. Ну, а с вами был Перпетум или же Александр. Большое спасибо за внимание, друзья. За просмотр. До новых встреч. Всем удачи. И всем пока. Пока-пока-пока.